Всем привет! Сегодня мы со свекровью будем выпекать новогодний пирог, который называется василопита. Это традиционный кипрский рецепт. Натираем цедру апельсина на мелкой терке. Один стаканчик сахара в миску для теста. Один стакан или растительного масла или растительного жира. У нас это вот такой жир спрай. Мы его специально размягчили при небольшой температуре. Взбиваем миксером. Добавляем 5 яиц по очереди и взбиваем. Сейчас мы просеем муку. Нам нужно примерно два с половиной стакана. Обычно уходит два с половиной, может быть, максимум три стакана. В зависимости от того, сколько жидкостей, размер яиц учитывается. Кладем разрыхлитель. Две с половиной ложки чайной и чуть-чуть соды. Половину ложечки. Теперь это все просеиваем. Кладем в тесто цедру апельсина. Насыпаем пакетик ванильного сахара. Параллельно всыпаем на столовые ложки муки. Чуть-чуть сока и чуть-чуть муки. Сыпаем орешки. Это у нас орех пикант сегодня. И высыпаем последнюю муку, которая у нас осталась, которую я не смогла достать ложкой. Примешиваем последние ингредиенты деревянной ложкой большой. Свекровь решила добавить еще пару-тройку столовых ложек муки. И еще пару ложек. То есть получается у нас уже почти три стакана муки из его теста. Яйца были крупные. Выливаем тесто в форму. Форма у нас большая, с высокими бортиками. Она смазана растительным маслом и посыпана мукой. Духовку разогреваем где-то на 180-190 градусов. Приготовили мы евровую монетку. На дно этого пирога нужно опустить монетку. И тогда кому она достанется, тому будет счастье, он может загадывать желание и так далее. Кладем монетку в фольгу. Закрутили монетку в фольгу. И сейчас мы ее будем опускать на донышко нашего пирога. А это мы делаем второй пирог для меня. Пойдем сегодня в кости с мужем. Эта мужа процесс не снимала, делала сама. Сейчас мне свекровь помогает его просто вылить. И кинем две монетки, в каждый пирог по монетке. Так, монетку кладем и она упадет на донышко. Кладу не в серединку, а с краешку. Так, не совсем с краешку, где-то в этом месте. Опять как я хочу подключить монетку. Я их называю... Я их напишу, не хочу, чтобы они не deposit. Вот. А-а... Эти. Я их напишу на филотики. Это. Да, я не поставил на клей. Что это нам нужно? Теперь монетки потонут. И ставим наши новогодние тортики в духовку. Ставим на 175 градусов. Вот так наши тортики поднялись. Тут второй выше не видно. Это мой. Мы поставили на температуру 150 градусов. И минут 15 он будет печься на этой температуре. Прошло минут 45. Смотрите, как выглядят тортики. Выключаем наши пироги. Прошло 45 минут. Вытаскиваем пироги из пачки. Я сейчас замешиваю, делаю такую мастику на скорую руку. Развела в стаканчике желатина с водой и гектаром померанца. Добавила чуть-чуть сока лимона. И добавляю сахарную пудру. Вот такую. Здесь у меня в стаканчике еще пока что жидкая. Я отлила, потому что многовато получилось желатина. И теперь вот эту массу смешиваю с сахарной пудрой, сколько возьмет. Потом буду раскатывать и выдавливать вот из таких формочек новогодние листочки и звездочки. Раскатала вот такой блинчик из мастики. И выдавливаю украшалки. Приступая к украшательству, понадобится вот такой шприц. Можно просто в пакетик вырезать дырочку. В общем, сейчас я буду рисовать циферки. Можно визуально разделить на пополам. Две цифры будут с этой стороны и две цифры будут с этой. Начинаю рисовать отсюда. Настроила я уже пистонину свою. Пистолет у меня тоненький. Насадка тоненькая, приходится несколько раз проходить. И нолик можно уплотнить. Так, на первом циферке нарисовала, пошла рисовать на втором. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok И на втором надпись готова Украсила, слегка прикрыла трещинки украшательствами Вот такой вот получился у свекрови пирог Василопита Сейчас я вам покажу мой пирог Это мой тортик, он такой красивый Украсила его просто листочками и звездочками Этот еще дополнила оставшимися звездочками Спасибо за просмотр, всех с Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok